Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня, в продолжении нашей прошлой темы про чубушники, я хотела бы рассказать про летний уход за этими прекрасными кустарниками. Почему летний? Ну, дело в том, что чубушник это один из тех кустарников, который цветет на побегах прошлогодних. И если мы в данный момент не совершим правильную обрезку этого кустарника, то в следующем году цветение у него будет постепенно ухудшаться. Если мы забросим вопрос с обрезкой, то через 5-6 лет у нас будут абсолютно нецветущие кусты, у которых будут единичные цветки на концах побегах, где-то в вышине, и сам куст будет очень непривлекательным. Ну и кроме обрезки, есть еще ряд операций, которые помогут нашим кустам чубушника сохранять красоту, свежесть и давать обильное цветение каждый год. Но прежде всего, следует убедиться, что наши кусты практически отцвели. Вы видите, что этот куст закончил свое цветение, и мы смотрим, как его лучше обрезать. Ну, как правило, побеги, которые цвели в этом году, на них есть веточки с листиками и остатками цветков. Побеги, которые цвели в прошлом году, на них остаются вот такие сухие веточки, на которых уже только остатки коробочек семенных, и уже никаких листьев нет. Если мы видим, что на ветке есть прошлогодние побеги, такую ветку следует полностью удалять. Удаляем мы эту ветку вплоть до первого побега, который образовался в этом году. Вы видите, вот этот свежий молодой побег. Вот обрезанная ветка, и наша ветка должна иметь вот такие свежие молодые приросты, из которых будет образовываться цветение следующего года. Вот на этой ветке мы обрежем вот так. Вот эта веточка вообще затеняется, ее надо убрать, укоротить вот эту. В результате обрезки на нашем кусте практически не должно остаться старых цветочных веточек. Их мы тоже удаляем, поскольку они уже никакого вклада в развитие куста не внесут. Не должно оставаться тонких, слабых побегов, которые загущают крону и растут внутрь куста. Чубушник из тех растений, которые любят достаточно сильную обрезку, Но самое важное, выполнять эту обрезку именно в летние сроки. Идеальный срок проведения обрезки кустов чубушника это не более 2-3 недель с момента окончания цветения. То есть начало-середина июля это оптимальный срок проведения обрезки. Вы видите, что наш куст сбросил достаточно много лишнего, но ему следует восполнить недостаток питания. Чубушник считается одним из достаточно требовательных к питанию кустарников. Но, конечно, его нельзя сравнить по требовательности к питанию с такими кустарниками, как розы или древовидные пионы. Если у вас на участке нормально растут помидоры, с двумя-тремя подкормками они дают нормальный урожай, то и с чубушником у вас все получится. Большого количества удобрений под него вносить не стоит, поскольку при избытке питания, особенно азотного, чубушник начинает жировать и образовывать очень длинные побеги, которые не хотят переходить в цветение. Я для подкормки использую древесную залу, которая остается после сжигания дров в мангале. Можно использовать печную залу. Важно, чтобы это было именно древесное, не торфяное, поскольку в ней меньше питательных веществ, и не зола от сжигания мусора. Как правило, на куст взрослый, который достиг уже своих полноценных размеров, вносится 3-4 горсти золы. Больше, на мой взгляд, не стоит использовать, поскольку, несмотря на то, что чубушник предпочитает слабощелочные почвы, защелачивать почву избыточно тоже не стоит. Если ваш участок отличается низким плодородием почв, то вы, кроме древесной золы, можете использовать очень небольшое количество азотных удобрений. И желательно, конечно, использовать комплексное удобрение с небольшим содержанием азота, например, амафоску. Вносится она из расчета 2-3 столовых ложки на ведро воды и полив под корень. То есть мы подкармливаем кусты чубушника на песчаных почвах именно раствором, так, чтобы наши растения быстрее получили питание. Еще одним способом, который помогает сохранить красоту и улучшить состояние кустов чубушника, кроме того, он частично защищает их и от вредителей различных, одним из которых является тля, которая очень любит чубушник, является мульчирование. Вообще, мульчирование я выполняю практически относительно любых кустарников, которые растут у меня на участке. Я стараюсь использовать скошенную газонную траву, которая всегда образуется в достаточно больших количествах на каждом участке после кошения газона. Мульчируется приствольный круг так, чтобы слой нашей скошенной травы при каждом мульчировании, а за лето их можно выполнить, как правило, 3-4 раза, составлял не менее 5 сантиметров. Ну, почему такая величина? Дело в том, что если мы мульчируем меньшим слоем, то трава, она очень быстро оседает и через нее начинают прорастать сорняки, отбирать часть питания, которая предназначена нашему кусту. Ну и, в общем-то, они, кроме того, создают нам лишнюю работу сорняки. Никто не хочет лишней работы. Я надеюсь, вы тоже. После мульчирования, особенно если у вас песчаные почвы, неплохо было бы применить препараты с триходермой. Для чего? Дело в том, что мульча, если она лежит просто слоем на земле, она разлагается достаточно медленно и во время разложения организмы почвенные, которые контактируют с травой, затрачивают свои жизненные силы на разложение вот именно травы. И при этом они используют почвенный азот. То есть в этот момент ваши растения обедняются. Если используются препараты с триходермой, то этот процесс разложения происходит гораздо быстрее и азот быстрее высвобождается из нашей травы, она быстрее разлагается, соответственно, наше растение получит больше питания. Кроме того, если ваши чубушники растут на песчаных почвах, на сухих почвах, либо в вашем регионе стоит в данный момент очень жаркая, сухая погода, то, естественно, после того, как мы провели все эти манипуляции с нашим кустом, неплохо было бы его полить. Вообще, чубушники это одни из достаточно таких влаголюбивых кустарников, поэтому полив для них никогда не бывает лишним. И чем более сырая и прохладная весна, тем более обильное цветение будет у чубушника в этом году. Ну, естественно, если мы хотим увидеть красивое цветение в следующем году, желательно иметь к кусту достаточно влаги и в момент закладки цветочных почек следующего года. Поэтому, если у вас стоит жаркая, сухая погода, как минимум раз в две недели надо хорошо, обильно поливать ваши кусты из расчета 3-4 ведра воды на каждый куст. Нормы, конечно, могут быть несколько меньше, если особенно у вас глинистые, тяжелые почвы, там достаточно может быть и двух ведер воды, но, в принципе, чубушник это очень влаголюбивое растение, поэтому желательно его хорошо поливать в это время. Надеюсь, мои советы помогут вам добиться невероятного цветения ваших чубушников в следующем году. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин